Девушки отдыхают Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. На этот призыв откликнулись миллионы. Только в Куйбышевской области воинами стали 40 тысяч девушек. Половина из них ушли на фронт добровольцами. История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за родину, какое показали советские девушки в годы Великой Отечественной войны. О боевых подвигах наших героических землячек рассказывают в 155-й школе Самары. Вершина Надежда Ивановна. Инициатор создания нашего музея. Она была председателем областного совета женщин-участниц Великой Отечественной войны. А в годы войны она была регулировщиком военной дороги. На нашей диораме девушка с желтым флажком – это она. Под этой стрелой и бомбежкой в любую погоду нужно было направить войска и технику строго в указанном направлении. А в мае 45-го в Берлине она остановила машину самого маршала Жукова. За 18 лет, пока действует музей «Женщина на защите Родины», о примере мужества и патриотизма узнало не одно поколение самарских школьников. В хранилище представлено более 800 экспонатов. Больше половины из них – подлинные вещи ветеранов, с которыми они прошли всю войну. Кульшанова Людмила Константиновна принесла нам новые экспонаты. Ее мама очень ценила во время войны высказывания и речь Левитана и считала очень важным ее. Поэтому она после войны написала ему письмо с благодарностью. И после этого Левитан ей ответил и отправил новогоднюю открытку с поздравлением. И я считаю, что это очень интересно и это, пожалуй, мой любимый экспонат. Мне нравятся рукописные стен газеты, которые делали в землянке. Их делали во время войны. И когда не было особых условий, времени, но находили силу в себе дарить людям праздник и радость. Есть даже вещи, которые были для ветеранов талисманами. Счастливый значок или кружка. Солдат верил, пока эта вещь с ним, ничего плохого не случится. Мы, конечно же, не обходим вниманием и девушек, которые трудились в нашем городе, потому что город был действительно настоящей тыловой столицей. И этот город, который обеспечил фронт всем необходимым. На экскурсии мы говорим хотя бы один факт. Каждый пятый снаряд, выпущенный ракетным минометом «Катюши» в годы войны, был изготовлен в нашем городе. Сейчас активисты школы готовят новую экскурсию в музее в чемодане. На ней ученики расскажут истории женщин, которые трудились в тылу для фронта. Мэри Елчан, Василий Колдашов. События.